Кольцевая автомобильная дорога в округе Санкт-Петербурга А118 Автомобильная дорога общего пользования федерального значения, располагающаяся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большая часть дороги проходит в окрестностях административной границы города и области и является автомагистралью. Протяженность 142,15 км предпосылки и строительство дороги. Трасса кольцевой дороги связывает все основные дорожные магистрали, расходящиеся с центра Санкт-Петербурга в направлении Хельсинки, Мурманска, Москвы, Киева и Таллина. Управление строительством КАТ осуществляет РКУ. Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Министерство транспорта Российской Федерации. Первоначально средства на строительные работы выделялись только из федерального бюджета. Санкт-Петербург финансирование участия не принимал, поскольку объект – дорога федерального значения. В 2004 году активные строительные работы на КАТ дважды приостанавливались из-за отсутствия финансирования. Проектирование строительства обхода Санкт-Петербурга привело к подъему цен на землю около КАТ в 2 до 3 раза. Различные фирмы пытаются скупать земли около КАТ. В настоящее время эти процессы активно проходят в зоне Южного и Западного полуколец. На части территории предполагается жилищное и промышленное строительство. Характеристика дороги. Общая наземная длина КАТ составляет 116,75 км. А с учетом участка, проходящего по комплексу защитных сооружений Петербурга, Наводнение – 142,15 км. Протяженность восточного полукольца – 66,07 км. Протяженность западного полукольца – 50,68 км. Категория автомобильной дороги. А я на всем протяжении. Количество полос движения. От 4 до 8 от Приморского Ш до ПР. Энгельса – 4 полосы от ПР. Энгельса до ПР. Культуры – 6 полос от ПР. Культуры до Таллинского Ш. 8 полос от Таллинского Ш до Приморского Ш. 6 полос. Количество транспортных развязок – 26. Количество мостов, путепроводов и стакад и тоннелей – 106. Вдоль дороги предусмотрены места для вертолетных площадок. Описание автодороги. Восточное полукольцо развязка с трассой Скандинавия. В ее составе проезд над шоссе и Большой Горской улицы. Путепровод над Пушкинской улицей. 4-х полосная магистраль и односторонние одноуровневые примыкания Владимирского проспекта и Горского шоссе. Мост через приток Черной речки. Проезд под путепроводом в продолжении Каналахтинской дороги. Развязка с ЗСД, Горским и Левашовским шоссе. Развязка с продолжением Комендантского проспекта. Соединение с уличной сетью через улицу Парашютная. Путепровод над железнодорожными путями станции Парголово-Выборгского направления Октябрьской железной дороги. Развязка типа «Разворот» в составе путепровода. Проезд под путепроводом Выборгского шоссе. Развязка с Выборгским шоссе. В ее составе проезд под путепроводом развязки. Проезд под путепроводом в продолжении Ольгинской дороги. Развязка с проспектом Энгельсей трассой сортовала в ее составе проезд под путепроводом развязки, надземный пешеходный переход, путепровод над шоссейной улицей поселка Бугры, примыкание проспекта Культуры, путепровод над проспектом Культуры. Пример в створе улицы Брянцево начинается эстакада, непостроенная развязка с Гражданским проспектом, путепровод под которым есть проезд между гаражами, развязка в Мурино с железнодорожными путями Приозерского направления Октябрьской железной дороги между платформой Мурино и станцией Девяткино. Под развязкой проложен тоннель в створе Таксовской улицы, мост через Мууринский ручей, развязка с Пескаревским проспектом в ее составе, проезд под путепроводом развязки, мост через ручей безымянный, развязка с Шефировским проспектом, проезд под путепроводом Беляевский мост через реку Охту, Ржевская развязка, пересечение с Челябинской улицей, проезд под путепроводом, мост через Горелый ручей, пересечение с Трябовским шоссе, проезд под путепроводом. Путепровод над поперечной улицей, мост через реку Лувья, путепровод через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги между станциями Ржевка и Пост-Ковалева, мост через реку Лапка, развязка с Колтушским шоссе, проезд над ним, путепровод над грунтовой дорогой, путепровод через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги между станциями Заневский, Пост-2 и Мяглова, путепровод над грунтовой дорогой, проезд под путепроводом центральной улицы, мост через приток реки. Киакервиль. Развязка с Мурманским шоссе по двум путепроводам. Проезд по путепроводу через автомобильную дорогу. Развязка с Октябрьской набережной. Проезд под путепроводом развязки. Затем по путепроводу через набережную. Большой Обуховский мост через реку Неву. Путепровод в составе развязки с проспектом Обуховской обороны и Рапфаковской улицей. Эстакада. Путепровод через железнодорожные пути Московского направления Октябрьской железной дороги между станциями Обухово и Рыбацкая, Славянка. Развязка с Софийской улицей. Проезд над улицей. Путепровод над железнодорожными путями Октябрьской железной дороги. В створе улицы Мира начинается эстакада. Под ней три раза проходят железнодорожные пути Октябрьской железной дороги между платформой Купчиной и станцией Шушары и дважды автомобильная. Дорога. Путепровод через Витебский проспект и Московское шоссе в составе развязки с Московским шоссе. Западное полукольцо Пулковская развязка в районе аэропорта Пулково 2. Развязка расположена на пересечении Пулковского шоссе с улицей Стартовой. Имеет три уровня и восьми съездов шоссе. Самый нижний уровень развязка трех магистралей. Самая сложная развязка, связывающая КАД, ЗСД и продолжение Дачного проспекта. Из 16 возможных направлений движения развязка имеет 15. Единственное невозможное направление ЗСД на предпортовую улицу КАД проходит под ЗСД и Дачным проспектом. Развязка со служебным подъездом к аэропорту Пулково. Вертолетным центром Хели-Драйв. Развязка на пересечении Таллинского и Волхонского шоссе. Путепровод на Таллинским шоссе. Развязка с продолжением улицы Пионерстроя. Развязка с Красносельским шоссе. Путепровод на дорогой Новоселье. Средняя колония. Проезд под путепроводом дороги на Ломоносовскую птицефабрику. Проезд под путепроводом дороги Новополье. Горбунки. Развязка с Ропшинским шоссе. Развязка с дорогой Ольгина. Симоногонт. Проезд под путепроводом дороги Велегонты-Низина, развязка с Гастилицким шоссе, развязка с продолжением Араньенбаумского проспекта в Ломоносове, проезд под путепроводом дороги Сойкино-Большой Коновалово, проезд под путепроводом дороги Сойкино-Пинники, развязка с Краснофлотским шоссе в Бронке, южный участок Дамбы, два моста через водопропускные сооружения в 1 в 2, надземный пешеходный переход, тоннель под судопропускным сооружением в 1 в 2. В его составе автодорожная развязка, разворот с обеих сторон над тоннелем, надземный пешеходный переход, Кронштадт-развязка с Кронштадтским шоссе, в ее составе проезд под путепроводом шоссе, северный участок Дамбы, мост через водопропускное сооружение в 3, надземный пешеходный переход, мост над судопропускным сооружением в 2. В его составе автодорожная развязка, разворот с обеих сторон под мостом, надземный пешеходный переход, 3 моста через водопропускные сооружения в 4 в 6, надземный пешеходный переход между в 5 и в 6, развязка с трассой Скандинавия и железнодорожными путями Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги, проезд сверху. Точка начала внутреннего кольца, теперь общественный транспорт идет только в этой части КАД, это автобусы из Кронштадта, 101, сворачивает на Горск и идет на Старую деревню, 215 там же, только уходит на Сестрорецк, 175, идет до Краснофлотского шоссе, где уходит в Ломоносов, до станции Араньен-Баум-1, ранее по участку КАД от развязки с Выборгским шоссе до развязки с П.Р. Энгельса ходил автобус 148. История проекта. Восточное полукольцо от Горской до пересечения с Московским проспектом предполагалось полностью сдать в эксплуатацию к юбилею города в мае 2003 года. Проехать по этому участку стало возможно в 2006 году, а полностью он был сдан только в 2008 декабря. 1984 года. Открыта временная дорога по северному участку строящейся дамбы от острова Катлен до Приморского шоссе в районе станции Горская. 1998 год. Начало строительства кольцевой автодороги вокруг Тербурга. Осень 2001 года. Открыт первый участок длиной 24 километра от Горской до Осиновой рощи. 26 декабря 2002 года. Открытие движения по Катной участке Тасиновой рощи до транспортной разрязки с проспектом Энгельса. 15 декабря 2004 года. Открылось движение по Большому Абуховскому мосту. Единственному неразводному мосту через реку Нееву на территории Санкт-Петербурга. 30 августа 2005 года. Введен в строй участок Кат от Московского шоссе до Большого Абуховского моста. 26 декабря 2005 года. Открыта развязка на пересечении с Софийской улицей. Дан старт строительству западного полукольца Кат. 7 сентября 2006 года. Завершена первая очередь работ в районе Ржавки. Открыто сквозное движение от развязки в Горской до Московского шоссе. 19 октября 2007 года. Открыта вторая очередь Большого Абуховского моста. В этот же день было открыто полноценное восьмиполосное движение в районе Муринской развязки и сама развязка. 25 ноября 2007 года. Открыт участок от Московского до Таллинского шоссе. Практически на всех развязках планируется размещение вертолетных площадок. 23 июля 2008 года. Открыта развязка в Кронштадте. 1 сентября 2008 года. Участок от Московского шоссе и Большой Абуховский мост через Неву расширен с четырех до восьми полос. 30 октября 2008 года. Открыта развязка трех магистралей. Кат ЗСД и продолжение Дачного проспекта до Предпортовой улицы. Также введен в эксплуатацию в полном объеме участок Кат в районе станции Ржавка. Ноябрь 2008 года. Открыто технологическое движение на участке Тастрова-Кателин до южного побережья Финского залива. Декабрь 2008 года. Возможно, КАД будет лишена статуса автомагистрали за несоответствие требованиям, предъявляемым к подобным дорогам. На знаке СКАД так и не убраны. Середина 2009 года. Открыто полноценное шестиполосное движение по северному участку Дамбы. Май 2010 года. На КАД в режиме тестовой эксплуатации запущены несколько табло суд. Октябрь 2010 года. Открыт съезд на Горское шоссе и к заводу Hyundai. Элемент будущей развязки с северным участком ЗСД. 24 ноября 2010 года. Открыто движение от Таллиннского шоссе до Краснофлотского в районе Ж. Д. Станции Бронко. 23 декабря 2010 года. В полном объеме открыта развязка с Пескаревским проспектом, а также частично развязка с Комендантским проспектом. 2 августа 2011 года. Открыта развязка с продолжением Аранинбаумского проспекта. 12 августа 2011 года. Открыто движение по подводному тоннелю комплекса защитных сооружений от Бронки до Кронштадта. Начало движения по кольцевой автодороге в полном объеме. 29 декабря 2011 года. Развязка с продолжением Комендантского проспекта. Открыта в полном объеме. 3 августа 2013 года. Развязка с северным участком ЗСД. Открыта в полном объеме. 26 августа 2013 года. Открыта развязка с правительственной трассой Пулково, КАТ. 16 декабря 2013 года. Модернизирована развязка в Бронке. К ней подключена ММПК «Бронка». Планы развития КАТ в 2015-2019 годах. Планируется расширить участок между Приморским шоссею и проспектом Энгельса. Новоприозерским шоссею с 4 до 6 полос. Движение по 3 в каждую. Стороны. Модернизировать развязку с Кронштадтским шоссе. Подключив к ней Цитадельское шоссе. Бюджет строительства. 2007 год. 80 миллиардов рублей. 2008 год. 28,7 миллиарда рублей. 2009 год. 10,8 миллиарда рублей. 2010 год. 15 миллиардов рублей.